Здравствуйте, уважаемые студенты! Разрешите представиться. Меня зовут Мустафаев Канад Ситко Малыч. Я являюсь ассоциированным профессором кафедры менеджмента и туризма Казахского университета технологий и бизнеса. Тема сегодняшнего с вами занятия называется «Рынок автобусного туризма в Центральной Европе». Обратите внимание на следующие слайды. Что такое автобусный тур? Автобусный тур по Европе – это сравнительно молодой вид туризма, который появился только в 1972 году. С тех пор многие туристы оценили возможность путешествовать автобусом. Тесты на автобусе обладают рядом особенностями. Это довольно-таки специфические поездки, и они, как правило, собирают туристов с похожим складом характера и близкими интересами. Как правило, автобусный тур включает в себя проезд на комфортабельном автобусе, проживание в отеле в двухместном номере с завтраком. В отеле обычно бывает двух-трех звезд и медицинскую страховку. Стоимость вис в путевку не входит. На цену могут также повлиять выбранные вами места. На первый этаж и на второй в первом ряду билеты обойдутся на 20 долларов дороже. Что касается багажа, то его лучше разложить в несколько сумок с продуктами, с вещами, необходимыми в автобусе, с вещами, которые понадобятся только в гостинице. Остановимся на правила поведения, которые следует соблюдать во время движения. Во время пути нельзя ходить по салону без необходимости или заговаривать с водителем. Надо заметить, что расстояние между сиденьями в автобусе равняется 87 сантиметров. Биотуалетом разрешается пользоваться только во время движения автобуса. Он рассчитан на 40-50 посещений. В автобусе запрещено курить и распивать спиртные напитки. В автобусе имеется кипятильник, емкость которого ограничена, обычно 5-литровая. Во избежание трам, кипяток раздается или во время стоянки, или за 5-10 минут перед стоянкой. Перерывы между остановками могут достигать 4-5 часов. Во время поездки туристов на всем маршруте сопровождается опытный представитель фирмы, руководитель маршрута, который решает все технические и организационные вопросы. Положительные стороны автобусного туризма. Во-первых, автобусный туризм экономит ваше время и дает возможность увидеть сразу несколько стран, столиц и городов за одну поездку. Во-вторых, автобусные туристы стоят намного меньше, чем другие туры. Это получается достичь в том числе из-за экономии на стоимости авиабилетов. В-третьих, неоспоримое преимущество автобусных туров – это доставка от двери до двери. Путешественникам приходится ходить совсем мало. Автобус привезет на экскурсии в торговый центр и заберет прямо от дверей отеля. В-четвертых, это общение с попутчиками. Очень много времени придется проводить с теми, кто путешествует с вами в одном автобусе. И, конечно же, стоимость автобусных туров немного ниже, чем остальных. Идеальный транспорт для тех, кто боится авиаперелетов. Отрицательные стороны автобусного туризма. Автобусный экскурсионный туризм в два раза опаснее железнодорожного и в четыре раза авиационного. В дороге могут случиться неожиданности. Например, поломка автобуса. Иногда возникают организационные неточности. Например, не дойдет мест в гостинице. Но это случается не чаще, чем в обычных турах. Как правило, в стоимость путешествия и из питания входят только завтраки в гостиницах. Обедать и ужинать приходится в попутных кафе и ресторанах. В любом случае, стоит понимать, что выбирая автобусный тур по Европе, турист получает детальный и идеально прописанный маршрут, где его в любой момент будет сопровождать ГИД, к которому можно обратиться с любыми интересующими вопросами. Операторов российского автобусного туризма можно разделить на три категории. Первая группа работает преимущественно на заграничном направлении. К самым популярным европейским направлениям относятся Франция, Германия, Испания, Италия, Австрия, Швейцария и Голландия. Высок спрос на скандинавские страны. Все большую популярность приобретает Великобритания. Клиенты этой группы – компании граждане Российской Федерации, в том числе и СНГ. Предпочтения объясняются в основном ценовым фактором, а также уровнем сервиса. Разница в цене на заграничные и российские автобусные путешествия такова, что наши соотечественники все чаще делают выбор в пользу заграничных маршрутов. Соответственно, туроператоры, работающие на зарубежных направлениях, используют автобусы преимущественно иностранного производства. Выбор в пользу иномарок очевиден. Во-первых, за рубежом без особых проблем можно будет исправить любую неполадку. Уровень развития СО там не в пример нашей практики. Во-вторых, допуск автобусов на заграничные, в частности европейские маршруты, по-прежнему тормозится высокими экологическими нормами. Вторая группа – турфирм, которые работают в основном на локальном рынке. Клиентами являются как и россияне, так и граждане других стран. Наиболее прибыльным сегментом является, естественно, иностранцы. Стремясь не потерять этот сегмент потребителей для их перевозки, компания использует преимущественную технику иностранного производства. У третьей группы фирм нет четкой специализации. Только локальный рынок или только зарубежий. В портфеле этих операторов имеются заказы как отечественных, так и зарубежных клиентов. Соответственно, в парке также нет жесткой приверженности к иностранным и отечественным маркам. Как подтверждают специалисты, высокий сезон для автобусных путешествий с апреля по октябрь, а наивысшие всплески спроса приходятся на майские праздники и июль-агуст – традиционное время отпусков и каникул. Если в среднем сезон цена недельного воежа варьируется от 200 до 1000 долларов в Великобритании, длинные трансевропейские маршруты, то в пиковые даты можно повышать на 25% и больше. Определить оптимальное время года для автобусов и турок в целом невозможно. Если, например, июль во Франции и Скандинавии, хотя и жарковат, но в современном кондиционированном автобусе вполне переносим, то, например, поездка в те же сроки в Иорданию может стать весьма сложной для не слишком привычного к ближневосточной жаре гражданина. Опытные автобусные туристы стараются ездить в мае, июне или в сентябре. Оптимально и по погоде, и по деньгам. Туроператор, как правило, не скупятся на различные новшества и средства привлечения клиентов. Так, система интернет-бронирования некоторых компаний позволяет заранее выбрать конкретное место в автобусе. Предложения по автобусным турам условно делятся на три блока. Первое – это демисезонные предложения. Это стандартные программы в даты осенних, зимних, весенних каникул. Второе – специальные предложения. Это Новый год. В этом году предлагается встретить на вот таких городах, как Париж, Амстердам, Лондон, Ницца, Прага, Будапешт и, конечно же, скандинавские столицы. И эксклюзивный продукт – программа Sky Safari, который сочетает в себе небольшой объем экскурсий с 7-10-дневным отдыхом на лучших горнолыжных курортах Европы, Австрии, Франции, Италии и Швейцарии. Отдельным блоком выпускаются предложения на майские праздники. Это самый бумовый период в автобусном туризме. Период эксклюзивных программ. Набор на эти программы активен уже с осени. Многие майские туры на данный момент набраны уже на 50%. Что касается главного конкурента зимних автобусных туров, морских курортов, в теплых странах, то поездки в Европу имеют свои преимущества. Здесь турфирмы целиком зависят от предпочтений туристов. Преимущество путешествий на автобусах перед турами с отдыхом на море в новогодний период заключается и в том, что стоимость туров не меняется по сравнению с регулярным сезоном. Они охватывают в своих программах практически все страны Европы. Кроме некоторых стран Балканского полуострова, от близлежащих Чехии и Венгрии до Британии и Скандинавии и даже Африки. Самые востребованные направления в зимний период – это Чехия и Венгрия. В эти страны турфирмы организовывают автобусные туры еженедельно, когда как туры по всей Европе совершаются 2-3 раза в месяц. Турфирмы предлагают как экскурсионные туры, так и туры с посещением горно-лыжных курортов Европы. Кроме того, популярен и внутренний туризм. Каждую неделю выезжает группа для ознакомления с западным регионом страны. Каждому сезону туроператоры стараются предложить туристам что-то новое. Один и тот же тур каждый раз проходит по-разному. Со временем расширяются экскурсионные программы. Все лучше становятся условия проживания. Конечно же, расценки на новые праздники, на новогодние праздники, как всегда, более высокие. Так, гостиницы, экскурсии, трансферы и даже сувениры в новогодний период вырастают в цене. Иногда незначительно, иногда в полтора раза, иногда в два раза и больше. К тому же, в европейских отелях чаще всего доплата за новогодний и рождественский ужин является обязательной, что значительно влияет на общую стоимость тура. Остановимся на слайде тонкостей автобусных туров. Подбирая варианты автобусных туров, важно не ошибиться в выборе маршрута. Какие варианты лучше подходят для тех, кто впервые отправляется в автобусный тур? А какие для опытных приверженцев туров на колесах? Идеальный вариант доступный по цене экспресс-тур, охватывающий заметное количество стран. Автобусные путешественники со стажем, как правило, интересуют более подробные варианты с нераскрученными новыми городами. При этом, ночные переезды для многих опытных туристов уже не проблема, а наоборот, заметный плюс, поскольку оставляют больше времени для дневных экскурсий. Если взглянуть более детально, то возраст туристов, которые отправляются в автобусные путешествия, зависит от сезона. В период школьных каникул, октябрь, январь, март, клиентами автобусных фирм становятся юные путешественники. А в сезон отпусков с мая по сентябрь за впечатлениями отправляются труженики офисов, то есть туристы среднего возраста. В последнее время из-за растущей авиафобии потенциальным клиентам автобусных туров прибавляется и более солидный контингент. Особенности сервиса и обслуживания в автобусах. Все автобусы для туров снабжены кондиционером, биотуалетом и умывальником. Плюс в подавляющем большинстве случаев еще и мини-кухни, прибором для подачи кипятка, аудио-видеосистемы. У автобусных туров всегда ярко выраженный экскурсионный уклон, поэтому туристов обеспечивают немалым количеством информационных материалов. Водителями, картами, разговорниками, схемами музеев и тому подобное. Вообще, в автобусных турах основной упор всегда делается на насыщенность экскурсионной программы, а не звездность отеля. Основные причины претензий. Длительных автобусных путешествий бывает всякой. И пробки на дорогах, и опоздавшие к месту сбора после экскурсий туристы, и проколы кольца. Кроме того, не следует забывать, что автобусные путешествия – это не индивидуальная поездка, а путешествия в составе группы. Поэтому особенно важно еще до покупки тура досконально изучить его программу описания отелей, автобуса, перечень включенных в стоимость путевки и услуг. Ни один добросовестный туроператор не станет делать тайны ни из одного из этих. Центральная Европа с географической точки зрения включает следующие европейские страны. Австрия, Венгрия, Германия, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Швейцария, Сербия. Благодарю за внимание. До скорых встреч, друзья. Продолжение следует...